Можно работать с маятником. Кому в таком случае задаются вопросы и кто отвечает? Чтобы работать с маятником, вы должны, по крайней мере, выйти на уровень кундалини йоги, например, в йоге или цигун на какой-то уровень. Чем опасен маятник, поскольку это включение подсознания и кто там выйдет, когда у вас включается тонкое интуитивное тело, кто выйдет на вас, вы не можете следить про вообще работа гадания, как, например, механизм, он возможен, когда вы способны входить в ровное, спокойное состояние и у вас есть какая-то система четкая, у вас интуиция включается. Гаданием заниматься можно на картах, на камешках каких-нибудь, на кофе, на чем угодно. В этом плане можно, если у вас есть ясномыслие, если у вас есть четкая система, как в нумерологии, если вы умеете считывать информацию интуитивно, маятник связан с настройкой на какой-то источник сверху, пока вы не способны контролировать, куда вы подключаетесь, лучше вообще не подключаетесь. То есть вероятность подключения куда не надо, она очень высокая. Особенность, если вы когда-либо контактили с алкоголиками, когда сами пили алкоголь, то есть если какая-то подселенка в принципе возможна, то для нее это первая возможность включиться. Есть и безопасные способы считывания информации. Маятник не очень, к сожалению, безопасный, хотя сама как система, она допустима, но до маятника нужно дорасти. Маятник это, скажем так, экстрасенсорная техника, к которой человек может прийти, если он будет практиковать самосовершенствование, эволюционный рост. Он может прийти, например, до такого уровня, на котором, наверное, он может безопасно использовать маятник. Но вообще, к сожалению, вот исходя из моего опыта, маятник может быть причиной, что вы что-то подцепите, то есть над вашим сознанием начнут управлять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова